Так что такое стресс? Стресс это когда человек потерял возможность жить внутренней жизнью. У него нет этой возможности, он постоянно думает только об одних событиях. У меня умер отец, у меня умер отец, у меня умер отец. И это продолжается долго, понимаете, когда человек всходит в стресс, ему требуется 2-3 года, чтобы уйти из этого стресса. Я нахлопаю и обычно опять выключаю через секунду, пока выключаю. Сейчас, немножко подождем. Я надеюсь, что вы слышали, да, сзади все меня? Слава Богу, спасибо. Это для меня была тренировка. Я сегодня во время молитвы, когда я еще был не здесь, а в Казани, для этого лекция в Казани читал, я сегодня только прилетел сюда, я почувствовал, что что-то такое необычное произойдет во время лекции. Потому что я, когда молюсь, я всегда настраиваюсь на лекцию, я пытаюсь решить все проблемы заранее, я пытаюсь действовать в сфере своих возможностей. И я просто это решил просто, что это для меня такой город, который, ну, город моей судьбы, как бы. Самара – это город моей судьбы, где я учился в институте, здесь очень сильно страдал. На первом курсе где-то, на втором. Родители мне не могли помогать, они бедные. Я работал дворником, сторожем, вот, и носил судно у пациентов. Ну, то есть у меня была очень тяжелая жизнь. Я подумал, может быть, наслоилась вот эта идея, что мне было тяжело в Самаре в свое время, почему я так чувствую какую-то трудность. Я начал молиться, и я потом понял, что мы все равно победим, и надо просто продолжать действовать. И когда свет выключили, у меня пропал дар лечи. Я реально понял, что лекция сорвана. Потому что это первый раз за всю мою практику, 20-летнего чтения лекции, чтобы свет в зале выключен был. Такого не помню, чтобы было хоть раз еще такое, вообще. Потому что в крупных городах так глобально свет очень редко выключает. Во время солнечного затмения, землетрясения, ядерной войны. А? Ну, понятно, да. И плохо было, можно выключить. Про лягушку сейчас опять вам расскажу. Итак, идея заключается в том, что вот это состояние стресса, это состояние, в котором человек вообще должен забыть о той идее, что он может что-то себе вернуть. Стресс указывает всего лишь на объем работы. Допустим, приведем пример. А этот объем работы, с которым разум не справляется. Я сейчас не буду приведет пример, я лучше буду немножко углубляться. Вот как вы думаете, почему я впадаю в стресс? Я ведь хочу, чтобы все было хорошо, но почему я впадаю в стресс? Допустим, уходит муж. Почему я впадаю? Я впадаю в стресс, потому что я не могу сделать хорошо. Вот если бы я мог, я не впадал бы в стресс. Вы понимаете, что человек работает сердцем. Вот как жена мужа возвращает? Как она возвращает его? Она возвращает его своим сердцем. Она пытается сердцем заставить его вернуться, она думает о нем, она пытается как-то с ним общаться, чтобы он не уходил. И в какой-то момент она чувствует, что у нее не получается, у нее не хватает силы душевной. И когда у нее не хватает силы, ее сковывают психически, она начинает чувствовать себя очень плохо. Она чувствует, что она теряет что-то в жизни. Она не может этой потери никак лишить, никак из этих потерь выйти, из этого состояния потери. Веда описывает, что когда человек находится в таком состоянии, в котором его внутренние силы, озеро его энергии психической внутренней, его не хватает, чтобы справиться с судьбой, тогда ему начинают сниться вот такие сны. Что, допустим, он идет в лесу, ищет выхода и найти не может. Он просыпается в холодном потуре, и этот сон повторяется вновь и вновь. Потом такой человек чувствует, что он начинает обращать внимание на какие-то зловещие знаки. Допустим, ворона каркнула рядом, он испугался. Или такой человек, допустим, чувствует, как будто бы жизнь теряется, его жизненная нить. Он чувствует себя беспомощным, несчастным. И так далее. Это означает просто объем работы, с которым разум не справляется. Это не означает, что все потеряно. Не значит, что жизнь закончилась. Жизнь вообще никогда не кончается. Вы знаете, что люди, которые побеждают судьбу, они даже оставляют тело с улыбкой на лице. У них нет чувства, что закончилась жизнь. Это чувство принадлежит только тем людям, которые не знают, что такое жизнь. Жизнь имеет вечную природу. Она не заканчивается со смертью тела. Я когда жил в Индии, я там работал в одном месте. Это называется госпис. То есть госпис — это место, где люди приезжают оставлять тело. Там был необычный госпис. Это был госпис, принадлежал одному храму религиозному. И туда приезжали люди, которые всю жизнь занимались духовной практикой, но заболели неизлечимой болезнью. Я просто ухаживал за этими людьми, изучал древнюю науку, аурведу. Изучал мистическую медицину, как тонкое тело видеть и так далее. И я получил необыкновенный опыт отношений с людьми, которые оставляли тело с улыбкой на лице. Вы даже представить себе не можете, как это удивительно видеть. Как удивительно видеть, когда человек с молитвой оставляет тело. И когда он оставляет тело, у него остается улыбка, печать, вот эта вот чистота и святости. Я вам расскажу несколько таких эпизодов. В одном случае человек болел раком, у него были проблемы с печенью, и за ним ухаживала жена. Он находился в святом месте, и он попросил свою жену дать ей мобильный телефон, хотя он не звонил. Его жена отдала ему телефон, он взял как бы трубку и говорит, да, я слушаю, я понял, спасибо. И положил трубку. Она спросила, с кем ты разговаривал? Он говорит, я разговаривал со своим духовным учителем, а его духовный учитель уже ушел из жизни. И она подумала, наверное, галлюцинации, что ли, какие-то. И он говорит, не думай плохо обо мне. Он сказал мне, что я должен готовиться. Очень скоро я приду к нему. На следующий день, он уже начал готовиться. В этот день он начал молиться, он постоянно молился, молился, молился. И на следующий день он говорит жене, посмотри, посмотри вокруг, какая благодать. Она говорит, какая благодать? Ну посмотри, посмотри, выгляди в окно, какая благодать вокруг. Ты что, не видишь то, что я вижу? И она говорит, нет, я не вижу. И она пошла в окно смотреть, смотрит в окно, поворачивается к нему, а у него вот такие глаза застывшие, в состоянии глубокой радости. И он в этот момент оставил тело. Понимаете, такое бывает, но и хорошее. И причина такой жизни, это правильный настрой. Люди даже оставлять тело могут в радости, не то что жить. Понимаете, просто проблема заключается в том, что в какой-то момент наша культура пошла не в ту сторону. Как есть анекдот про Брёзнин, доклад делает, говорит, народ и партия идут на говно. Леонид Ильич, переверните про страничку, пожалуйста. Народ и партия идут на говно. На говно. Ну то есть, понимаете, как-то вот не туда пошла жизнь. Я помню, что еще в мою молодость просто развестись было стыдно. Развестись было стыдно и гульнуть от жены было очень стыдно. А сейчас это нормально. Понимаете, сейчас это... И просто люди, когда созидельствуют с друг другом, такого человека даже на работу не брали. Считалось, что он аморальный элемент. Так это же правда. Это же правда, понимаете. То есть мы потеряли эту правду. Мы потеряли эту жизненную нить. Мы потеряли вот эту нить честности, чистых отношений с друг другом. И причина заключается в том, что у нас поменялось парадигма. Поменялось мышление. Понимаете, существует такой тонкий философский момент, который может жизнь вообще не в ту сторону направить. Этот момент — это ответ на вопрос, что такое свобода. Есть два ответа на вопрос, что такое свобода. Первый ответ на вопрос. Это свобода, это значит, я сделаю, делаю, что хочу. А второй ответ — свободен тот, кто способен контролировать свои чувства. Допустим, человек хочет выпить. Он говорит, я свободный человек, хочу пью, хочу пью. Хорошо, если ты свободный человек, тогда попробуй не пить. Ты можешь? Нет, не пить. Ты можешь просто пить. Значит, ты свободный человек или не свободный? Значит, ты раб просто бутылки, ты не свободный человек. И именно по этой причине в древней культуре свободными людьми называли тех людей, которые были способны отказаться от жгучего желания. И так как существуют две философские направленности всего жизни, одна философская направленность — это счастье, это способность контролировать себя, а вторая философская направленность — счастье, это себе позволить то, что ты хочешь себе позволить. И вот эта вторая философская направленность, она привела к тому, что семьи начали разваливаться, потому что в чем мы с ней жить, если мы с ней плохо? Понимаете? И до свидания. Даже песни такие появились Которые как бы До свидания делают очень сладкие Прощай Со всех вокзалов поезда Уходим в дальние края Прощай, прощай Мы расстаемся навсегда По белым небам я мая Прощай И ничего не обещай И ничего не говори А чтоб понять мою печаль Густой небо посмотри Бред полный, да? Человек радуется Блин, бля, бля, бля Блин, бля, бля, бля Блин, бля, бля, бля Это уже не наше Сейчас Это не патриотично Питает Контролировать себя И стыдно не контролировать себя А хорошо делать то, что хочется И это движение туда Оно движется Семьемильными шагами Вот смотрите Хочется разводиться Ну это же не самое большое Что хочется Например, некоторым уже хочется Сексом заниматься С мужчинами Мужчинам А женщинами Женщинам И поэтому Надо закон такой принять Чтобы можно было Это делать И приняли кое-где Такой закон Ну ладно Как бы Приняли такой закон Раз мы свободные люди У нас свобода Значит Людям, которые Мужики с мужиками Женщинами Женщинам Надо разрешить Потому что у нас свобода Ну хорошо Появились люди Которые с детьми Опять Уже С мужиками Уже Неинтересно И такой закон Приняли Знают Как это Нет? В некоторых Штатах США Уже приняли закон Что Он так звучит Что Желание Заниматься Сексом С детьми Не является Патологией Копотопроявления Естественных Наклонностей Человека И такой закон Уже приняли В некоторых С планах Европы Также А для того Чтобы люди Развивались В этом направлении Нормально В направлении Свободы Поэтому В Европе Также Приняли Так называемую Ювенильную Юстицию Что это Такое Ювенильная Юстиция Означает Что Мальчикам И девочкам В возрасте Пяти лет Надо Показывать Как Писе Устроено И так же Они должны Друг другу Об этом Говорить И показывать Это Друг другу Не стесняться Понимаете И этому Сейчас Мысль Идет В сторону Вседозволенности Значит Она Приводит Вот таким Узаконен Узаконивает Такие вещи Знаете Почему Я об этом И с вами Говорю Потому что На такой же Лекции Которую Я читаю Я читал Такую же Лекцию Месяц Назад В Риге И в Риге На моей Лекции Как раз Вышел Человек Который Все эти Законы Прочитал Что Сейчас В Ригу В Латвии Пытаются Эти законы Провести Вот эти Ювенильные Успицы И они Объясняли Что Эти законы По факту Значат В жизни И он Объяснял Вот эти Узаконивания Секса С детьми И так далее Понимаете Да Это Одна Философская Мысль А вторая Философская Мысль Это Ограничивать Свои Чувства Вот эта Философская Мысль Приводит Истинному Счастью И Истинному Развитию Человечества Даже Сейчас Культура Настоящая Религиозная Культура Еще Сохранена В Иране Ираке Индии И в этих Странах От 1 до 5 Процентов Разводов Всего Люди Живут Частливо Большими Семьями Понимаете Испытывают Самое большое Счастье Которое Человек Может Испытать Это Счастье Личной Жизни Живя В семье Понимаете Когда Семья Очень Глубокие Отношения Имеет С родителями С детьми Понимаете Глубокие Отношения Основаны На Том Что Мы Думаем Они Основаны На Древних Правилах Победы Над Собой Поднимите Руку Кто Из Вас Поклонился Матери Или Отцу Обычно 10% Людей Понимают Такая Статистика У нас В стране А в Индии Для них Позором Является Если Они Каждый День Не Кланяться Матери Отцу У меня Есть Один Знакомый В Джайфуре В Индии Я Восстанавливаю Вести Дом Потому Что У нас Общие С Дела Связаны Я Лечу Драгоценными Камнями Полудрагоценными То есть И Они Мне Эти Камни Находят По Я Когда К нему Домой Приезжаю То Я Рано Встаю Обычно Молюсь Выхожу Из своей Комнаты Там Большой Зал И Выходит Отец Вот Этой Семьи А потом Выходят Два Сына Они Все Живут Вместе Эти Сыновья Они Кланяются Выходят И кланяются Отцу А потом Ко мне Подходят И тоже Меня Обнимают У них Такие Отношения Они Кланяются Отцу Сначала Своему И Вот Когда Они Кланяются Отцу Я Смотрю И У меня Сердце Радуется Понимаете У меня Радость Необыкновенная В сердце Возникает Почему Потому Что Сразу Возникает Как Щелчок Какой-то Происходит Перещёлкивание Сознания Сразу Другое Чувство Другая Жизнь Другая Реальность Включается В моем Сознании Понимаете О чем Я говорю Или нет Люди Испытывают Огромное Счастье Живя Друг С другом Я Спросил Вы Такой Богатый Человек Почему Вы В одном Доме Живёте Вам Не Лучше Несколько Домиков Построить Он Смотрит На Ты Что Меня Проклинаешь Жить Без Детей И Без Внуков Для них Это Проклятие Получается То же Самое Дети Думают Они Хотят Жить С Отцом Заботятся О нем Хотят Жить Родители Думайте У них Не Бывают Трудности Проблем Конфликтов Все Бывает Но Они Это Воспринимают Как Объем Работы Мы Это Воспринимаем Что Надо Губай Вот А Они Это Воспринимают Просто Как Объем Работы Но В чем Заключается Наша Проблема Проблема Заключается В том Что Сердечко Стало Слабым Из-за Того Что Оно Не Трудится Душа Обязана Трудиться И день И ночь И день И ночь Светить Всегда Светить Везде До дней Последних Донцев Светить И никаких Гвоздей Веклозных Мур И солнце Понимаете Душа Должна Трудиться Она Должна Светить Почему Муж Уходит Из семьи Женщина Впала В депрессию А потому Что Объем Работы Вызвал У ней Наглом Она Не Может Столько Пол Подметать Она Не Может Столько Пол Мыть У Ней Такое Количество Грязи Вызывает Депрессию Понимаете Проблема Заключается В том Что Она Никогда Сердцем Не Трудилась А Ведь Именно Этот Труд Нужен Для Того Чтобы Семью Сохранить Больше Ничего Не Надо Потому Что Проблема Не Заключается В Том Что Как Они Говорят А У Нас Несовместимость А Чего Вы Тогда Склеились В Своё Время Если У Несовместимость Может Вас Насильно Склеили Вместе Чего Это Вы Друг С Другом Начали Жить Если У Несовместимость Так У Несовместимость А Просто Когда Люди Не Работают Над Собой Живут Вместе У Них Отношение Портится Точно Так Как Зубы Не Чистишь Рот Воняет Так И Отношения Начинают Вонять Отношения Воняют У Несовместимость У Меня Со Своими Зубами Несовместимость Ну Давайте Вырежем Живую Рот Все Рот Будет Вонять Потому Что Надо Чистить Хоть Зубами Хоть Без Зубов Хоть Ты С Мужем Живешь Тебе Надо Молиться Хоть Без Мужа Теб Все Равно У С С С Будет Несовместимость Наших Возможностей Допустим У кого Недавно Родственник Ушел Из жизни Поднимите Вот Сейчас Практически Будем Работать Вот Девушка На Первом Вдруг Что Вы Чувствуете Три Варианта Ощущения На Сердце Первый Вариант Ощущение Благодарности На Сердце Легкости Означает Что Вашему Родственнику Помощь Не Нужна Он Пошел В высшие Сферы Жизни Второй Вариант Жгучее Чувство Близости Как будто Он рядом Но Его нет Третий Вариант Камень На Сердце Когда Чувство Жгучее Близости Значит Он Будет Рождаться В той Сфере В которой Мы Живем На Земле Если Камень Значит Пойдет В ад Как говорят Православные Что У вас На Сердце Что На Сердце Чувствуете Вы Говорите о себе Сейчас А я Хочу Понять Объем Работу Вы Что На Сердце Чувствуете Это Хорошо Я знаю Что Вы Молитесь Я вас Помню Вы Что На Сердце Чувствуете Чувствуете Легкость Чувствуете Напряжение Или Тяжесть Если Вы Чувствуете На Сердце Легкость Я Вам Не Нужен Это Значит Что Вы Сейчас В стрессе Находитесь Или Нет Она Не В стрессе Находится А Теперь Мне Скажите Кто Ушел Из жизни Родственник И Она Молится Она Услушает Лекция Она Работает Над собой Теперь Следующее Кто Еще У Кого Еще Ушел Из жизни Чего Вот Женщина Хорошо Вы В стрессе Находитесь И Что Вы Чувствует На Сердце Второе Напряжение Просто Он Рядом Как Как Долго Он Оставил Мир Этот Сколько Дней Назад Десять Месяцев Ну да Это Второй Вариант Это Объем Работает То есть Он Не Пошел Вниз Он Остался В Этой Сфере Здесь Он Остался В Этой Сфере То есть Он Родился Среди Людей Где-то Этот Человек Это Объем Работы Чьей Работы У меня Вопрос К вам Чьей Это Объем Работы А Чьей Моей Моей Потому Что Тяжесть У вас Напряжение У вас Это Значит Что Ваше Сердце Указало Вам На То Сколько Надо Трудиться Чтобы Появилась Легкость Как у нее И Труд Этот Не Означает Ныть Хныкать И Депрессировать Депрессировать Ныть И хныкать Это Жить Во Внешнем Пространстве Смотрите Отличие Жить Во Внешнем Пространстве И Внутренне Я Сейчас Объясню Вам Одна Мать Провожает Сына В армию Допустим На Украинскую Границу И Говорит Сынок У тебя Все нормально Будет Войны Не Будет Он Нарвался Ну Так На Голову На Руку Я Говорит Я Молиться За Тебя Буду Один Вариант Второй Второй Вариант Звучать Не Стравилось Объем На Работу Первый Вариант Молиться Отчасти Слезы Льет Как Гусли Душа Ее Поет Кап Кап Известный Газ На Руси Кап Слезы На Копье Первый Вариант Второй Вариант Как Солдаты Меня Мать Провожала Так И Самого Родня Набежала Ой Куда Жит И Воню Кукуна Ты Не Ходили Паренек Во Солдаты В Красной Армии Штыки Чай Молиться Без Тебя Набежу Веки Обойдутся Система Весна Это называется Скупость Сердца Когда человек Не может Справиться С проблемой Входит В депрессию В отчаянии В слезы Это означает Что он Не понимает Просто Как жить У него Нет Идеи Потому что Это факт Что приходит Время И по Судьбе Человеку Приходится Очень сильно Трудиться Объем Работы Становится Очень Тяжелым Это Не зависит От нас Приходит Время Приходит Так Что Сердце Получается Камень Человек Сердцем Чувствует Объем Работы Что это Значит Объем Работы Сейчас Давайте Изучать Эту Тему Смотрите Веды Объясняют Что Что такое Умственное Пространство Это Пространство Которое Живут Живет Любовь Там Живут Наши Близкие Люди Это Как Все Наши Родственники Близкие Друзья Это Как Дерево Нашей Судьбы Дерево Нашей Жизни А Корни Это Сердце И Корни Куда Идут Корни Идут К одному Родственнику Ко второму К третьему К четвертому Вот допустим У женщины Заболел Ребенок Что происходит Она Говорит Что-то Я Переживаю За него Она Может Не Переживать Не Может Почему Потому Что Хочет Она Или Не Хочет Из Ее Сердца Течет Энергия К Ребенку Ему Нужны Силы И Эти Силы Душевные Душевные Означает Энергия Любви Я Переживаю За него Я Не Могу Ничего Сделать Вы Кого Сейчас Переживает За своего Ребенка Вот Вы Допустим Поближе Мы С На Это Значит Что Ваши Душевные Силы Не Хватает Ему Помочь Что Нужно Делать Вот Сейчас Посмотрите На Меня Давайте Просто Простую вещь проведем. Вы сейчас не думайте о своем ребенке, но знайте, что мы в этом направлении движемся. Средь точность на своем сердце. Я вижу вот это чувство, эту тяжесть, что ребенок нуждается в вашей энергии. Я вот сейчас настроился. Настроился на близкие отношения с вами. Давайте вместе повторяем. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем. Вы повторяете? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье вот сейчас я заметил вам стало легче вот сейчас вы чуть-чуть уменьшили этот объем работы видите мы с вами две минутки всего внутренней жизни пожили а кто из вас вот когда как я помню в этом в аэропорту я в Краснодар летел и два раза каких-то удивительно талантливых артистов они видно в паре работают не видно профессионалы они по-моему немножко наркотики ну как-то что-то вошли в это состояние наркотического опьянения легкого такого и они просто там такое вытворяли вы не представляете они в автобусе сначала ехали и там просто там такое вытворяли всех передразнивали стояли потом короче из автобуса начали выходить один такой встал вот так вот стоит такой и второй раз такой марш он пошел мимо проводников мимо всех самолет и тот за ним потом и в самолете потом вывозница говорит сейчас как бы я покажу вам правила там они так сидят такие сейчас мы вам тоже покажем правила и просто все весь самолет просто был просто ну просто там лежал вот так вот в лошадь понимаете вот это один вариант жизни понимаете это вариант вот это внешнего восприятия вещей внешнего настроения тоже весело тоже хорошо но в сердце ничего не меняется потому они под конец всех заболбали уже если честно уже замучились от них вот корень жизни не меняется все весело все хорошо можно наслаждаться жизнью корень жизни не меняется внутри ничего не меняется но если бы эти два человека помолились посидели в самолете то весь самолет был бы счастлив каждый бы думал о своем никто может быть не знал что произошло переключатель надо научиться скучать надо научиться эту работу потому что это естественно для всего автобуса слушать нетершинный анекдот и улыбаться а вот если вы в автобус зайдете и будете повторять вслух я желаю всем счастья да на следующей остановке уже психушку повезут да сам водитель отведет да всех высадить и тебя как взет одно понимаете люди не могут это воспринять как это ехать в автобусе и повторять вслух я же желаю всем счастья ну чё за такое вообще и все как минимум отвернуться так ну да понятно понятно ну понятно как отвернуться ну понятно да ну что делать ну бывало посмотрите обязательно посмотрите в интернет вот этот как переключатель включается есть классный тренинг он называется йога смеха наберите в интернет просто вот два слова йога смеха и вы найдете очень быстро видеоролик один и в этом видеоролике что происходит едет поезд электропоезд заходит его мужик садится на какое-то сиденье на дно и вот так вот сидит сидит такой все едут и начинает смеяться короче люди сначала так раз так отворачиваются вот и дальше ролик показывает что дальше происходит проходит пять минут короче весь вагон угорает просто весь вагон состояние вот этого счастья глубокого смеется каждый послал мы там один танк один танк все там угорают заходит мужик короче в поезд а там интересно когда этот мужик выходит из этого поезда они раз и постепенно замолчали переглянулись сели опять так и поехали показывает фотосъемка показывает он садится в другой поезд тот который едет в ту сторону на ту же самую остановку с которой он ехал и опять то же самое пошел ну то есть девчонка приносит добро людям так понимаете он просто любит людей и просто о них заботится таким делает их счастливыми просто у него такая цель жизни кажется глупость какая-то ну че работал бы и че надо же кирпичи таскать какая йога смеха нам очень трудно переключатель переключить нам кажется что это вне сферы вообще нормального существования вот представьте себе вы сейчас придете домой и утром начнете молитву читать муж встанет и подойдет и скажет ты че ты где была на лекции понятно понятно понимаете идея в чем заключается идея заключается в том что вот эта вот склонность жить вот в этом внешнем сознании и тупо не любить друг друга тупо находиться в этом плохом настроении тупо депрессировать тупо страдать это результат нашего бескультуре мы просто забыли что такое настоящая жизнь даже вот когда люди перестрадали после войны вот это вот 50 60-е годы вот эти годы было видно что люди когда просто потрудились душой они хотели победы понимаете они просто победы хотели они трудились душой они просто победы хотели какой результат был посмотрите какие песни были в это темно и не найдешь темная ночь только пули свистят по степи о чем песенке а вот о чем песенке верю в тебя дорогую подругу мою это вера от смерти меня темной ночью спасаю знание спишь и детской кроватке тайком ты слезу оболняешь видите это внутренняя жизнь то есть он сидит в окопе пули свистят она сидит ночью они думают в это время это связь сердец понимаете и эти сердца не дают умереть веды описывают что если женщина верит в мужа морется за него и убить невозможно потому что на него даже мушку навести невозможно потому что для убить того чтобы убить человека нужны санкции для этого санкции свыше понимаете о чем я говорю что когда сердце человека людей очищается смотрите и люди они в другой атмосфере совсем жили у них друг друге чувства друг другу были они могли радоваться они могли и песни совсем другие были они указывали на настроение людей допустим детские песни нас утром встречают похладой там или это не детские это нас пение встречает река Петра встречает река кудрявая что уж ты не рада веселому пению гудка не спи вставай кудрявая стань пораньше стань пораньше стань пораньше только он прозаиграют и угород ты увидишь ты услышишь как веселый породанчик сутки палочки кленовые вперед песни сердца песни сердца сейчас какие песни сейчас песни просто развлечение песни которые вводят во внешнее сознание людей которые дают людям просто побалдеть песни песни цеплее, мне несут подарок, поздравление и красивый розовый букет. И танцы. Раньше танцы какие были? Танцы уважения друг друга, любви. Это означает попытка искать счастье там, где его ограниченное количество. По факту, все счастье исходит из сердца человека. И виды объясняют, что там есть просто запас хорошего настроения, запас благочестия человека. И это можно просто вытащить на дискотеке, а потом выйти и почувствовать, что там больше ничего не осталось. Пустота. Поэтому, когда люди просто вытаскивают свое хорошее настроение для того, чтобы обалдеть, они пустые в сердце, они холодные эти люди. У них по факту нет любви. Но люди, которые направляют себя внутрь сердца, в молитве живут, живут вот в этом настроении глубины. Они ищут что-то чистое, светлое. Мы не жалели ни о чем, а сел туда на грей потом. А то, что создано трудом, то мне дороже. Понимаете, то есть сердцем человек живет, когда это другие люди. Это люди, которые способны побеждать силу, которые способны бороться с трудностями, которые способны преодолевать стресс. Это и есть тот путь, который дает возможность изменить свою жизнь. Единственный способ победить стресс, это сердце свое направить на святость. Понимаете, потому что проблема заключается в том, что вот этот корень дерева, который с родственниками нам соединяют. Почему стресс-то возникает? Что в нем нет силы преодолеть трудность. Нет этой силы. Ее не хватает. И где ее взять, эта сила, если у тебя ее нет, и у родственников нет. Если бы у кого-то было, пришло бы. Вы знаете, что когда горе наступают, все родственники, все, с кем близкие отношения, я имею в виду близких людей, не только родственников, близких людей, а родственники далекие и их не касается ничего. Но если люди близкие, они все подключаются, они все переживают, но у всех сил не хватает. Это называется стресс. Энергии душевной не хватает, а где ее взять? И принципиальная разница в древней культуре и современной заключается в том, что у нас нет понимания, как брать, откуда брать энергию. Все люди, которые живут в стрессе, они все берут ее только из себя. «Как молодыми мы были, как искренне мы любили, как верили в себя. Перелетаем, мы уже отыгрываем, и всего лишь успели понять всех друзей. Мы уже потеряли, постараемся себя не терять». Понимаете? Эта идея верить в себя – это идея необразованности, непонимания, как работает этот мир. Надо верить в то, что дает силы. Потому что, если человек верит в святость, он верит в чистоту, верит в святое место, верит в святое источник, верит в, допустим, в каких-то святых людей, то эта вера, она дает победы. Я вот сейчас был в Казани, там, знаете, есть такой «я не православный человек», но это не имеет значения. Это я вам рассказываю принцип, принцип просто, как работает система, которую мы не знаем вообще. Мы не знаем эту систему, поэтому мы и строгаем. Я зашел в собор, как-то сказать, зашел не в этом году, но заходил в собор Казанской Божьей Матери. Там маленькая, вот такая, маленькая иконочка вот такая. И вот такая вот эта Казанская Божья Материя. Вот такая вот. На этой иконочке висят вот такой вот слой серебряных и золотых цепочек. Вот такой вот слой. Я спросил там у человека, который там с движением занимается, говорю, а что это значит вообще? Он говорит, а вот когда у человека жизнь спасают, когда возвращают ему родственника, когда избавляют его от неотвратимой беды, вот эта вот икона, которая молится, тогда он вешает на нее такую золотую цепочку. И раз в полгода мы это все снимаем. Потому что икона не выдержит нагрузки. Я разок, я изучал эту тему и разок решил проверить. Я смотрю, все время ездил по Москве, смотрю, постоянно очередь к Святой Матроне. Просто она очередь днем и ночью стоит. Думаю, что люди там ищут? И просто взял ее изображение, так как я изучаю эту тему, у меня был очень вопрос такой, очень тяжелый для меня, жизненно важный. Я смотрю на нее, говорю, вот так мне поступать или вот так? И сразу в сердце, сразу прям бац, ответ, вот так поступать. А правильный ответ горький вкус имеет. Не сладкий, а горький. Потому что если бы мы знали, как правильно их не спрашивали. Я такой, а может вот так? Она такая раз, такое лицо изменилось, такая хитрая улыбка. А может и так? Ну то есть, ты хочешь что-нибудь делать? Если не хочешь верить, тогда до свидания. Я понял систему. Помолился, подумал и решил сделать, как я почувствовал. И все показалось правдой. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что, заново, если сам себя из боёта не вытащишь, это замкнутый круг, эта система не работает. Нужно подключиться к источнику. Вот лампочка же сама по себе не горит. Она берет энергию у электростанции. Электростанция – энергию воды. А вода берет энергию у гравитации Земли, когда падает. А гравитация Земли откуда берет энергию? А это уже божественная энергия. Мы не можем уже дальше рассуждать. Нам трудно понять, откуда вообще идет энергия. Источник энергии для нас пока не объясним. Мы просто и не пользуемся этими источниками энергии. Понимаете, даже в этом мире все так устроено, что откуда-то надо энергию брать. А мы пытаемся сами побеждать проблему. Итак, что такое стресс? Это упрямое, тупое желание решить своими силами проблему. Это стресс. И почему у девушки нет стресса, когда она испытывает 30 лет? Вам тяжело сейчас жить? Да, пожалуйста. Да. 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 Это и второй человек. Мне это не было здорово. Мне это... Как-то он говорит, что я с подланием как мы смотрели, как мы видели, как мы смотрели на один раз. Они первые разы очень много работы. А потом, в то время, когда она даже умерла, она не умерла. Хотите, я мне подокажу, что она не умерла? Нет, даже не просто. Она не умерла, а человек не умирает. Он уходит из тела, из группы. Я воспринимаю сейчас тонкое тело вашей матери. Ну, бабушку, не знаю кто это. Я вот о том, о каком вы думаете, я воспринимаю это лично. У нее очень капризный, но мягкий характер. Она добрый человек, но она очень чувствительна. Поэтому она капризничает. Ей трудно принять какую-то ситуацию в жизни. Она такой человек. Такой, да. Но сердце у нее доброе на самом деле. Просто такой, потому что ей очень трудно что-то принять. И она поэтому терроризировала, да. Я чувствую этого человека. Смерть наступила из-за гипоксии мозга. Видите, она рассказывает о том, что между ней и бабушкой был объем работы. Она не могла к ней даже подойти. А потом она переключатель сработал, когда она видит, что бабушка уже уходит. Что надо все-таки сердцем трудиться начать. Это так. Но мы так все время все не думаем, знаете. Мы живем рядом друг с другом и не хотим в сердце друг другу заглядывать. Потом, когда заглядывать приходится, когда переключатель вот этот включается, срабатывает. Тогда, если есть опыт у человека такого труда сердечного, он знает откуда. Понимаете, опыт означает. Один важный процесс, который мы не хотим делать. Потому что мы хотим верить только в себя. Как он этот процесс работает? Вот она настраивалась на Святую Матрону. Служила ей в своем сердце. Молилась ей. И чувствовала, как это все к бабушке идет. Понимаете? Это просто ощущение. То есть не надо о бабушке думать. Надо думать о святом человеке. Когда ты ему служишь, о нем заботиться. Кому служишь, от того сила ей приходит. Женщина ребенку служит, от ребенка приходят силы. Она счастлива ребенком. Жена служит мужу, от мужа силы приходит. Когда человек святому человеку служит, то это уже другие силы. Вот эти силы от ребенка, от мужа, они находятся внутри корня дерева. Это внутренние силы, которые не меняются. Они просто перераспределяются. А вот когда она начинает служить святому человеку, в этот момент она поливает все дерево водой. И когда дерево водой поливается, что происходит? Все веточки, листочки, плоды все наполняются силой. Все наполняется силой. Надо поливать не листочки, не цветочки. Надо корень дерева поливать водой. Корень дерева, корень сердца водой. Можно поливать только то, которое сердце впитывает. Понимаете? Сердце имеет духовную природу. Его не польешь дискотекой или телевизором. Его можно полить только святым человеком. Понимаете? Только священным писанием. Только священной молитвой. Только тем, что вы верите, во что вы верите святого. Этим можно сердце полить и это дает туда силу побеждать судьбу. Сила, понимаете, появляется. Вот здесь у меня в Самаре были необычные события в моей жизни. Я очень увлекался разными вот этими практиками уже с юности. Когда я поступил в мединститут, то я не мог просто там учиться. Для меня было очень трудно, потому что я не мог обходиться без ежедневной йоги по 3 часа. Мне надо было изучать различные трактаты и бансина и все прочее. Это требовало много времени. И поэтому у меня с учебой не сильно клеилось. Я иногда пропускал лекции и так далее. И на третьем курсе меня решили выгнать из института. Было такое интересное событие. Я стоял перед собранием деканата. Я не помню, кто там собирался, но там собирались вот эти все люди, которые должны были принять решение, выгонять меня из института или нет. Меня позвали туда, чтобы я узнал результат этого решения. И я пришел пораньше. Часть людей уже сидела внутри, а часть людей заходила. Когда они заходили, там было еще два таких же, как и Абултуса. И они смотрели на нас. Прежде чем все они смотрели. Я в это время думал, вот как раз в этом настроении находился. Я думал о святости. Я в настроении вот это вот желание помощи. То есть я хотел быть врачом. И я поэтому... У меня было такое настроение молитвенное. Знаете, удивительно, что произошло. Там был один мой знакомый. Потому что я тогда был в комсомольской организации. Он был секретарем. И у нас с ним были отношения. И он тоже принимал решения. И он мне рассказал тех людей, которые проголосовали за. Я проанализировал все люди, которые прошли перед меня и посмотрели. Они проголосовали за. А все те люди, которые меня не видели и сидели там, они проголосовали против. И за получилось в один голос. Понимаете, то вот так решается, так побеждается судьба. То есть как она побеждается? С помощью внутренней работы. То есть у меня был один шанс, один голос из всех этих. Понимаете? И я его использовал, потому что я знал правильный путь. А если бы я тут постоял и смотрел просто на этих людей, которые проходят, ничего бы не получилось. Может быть, я бы не смог вам лекции читать сейчас. Потому что нужно какой-то статус иметь. Итак, идея в чем заключается? В том, что эта тема для нас очень сложная. И ее надо серьезно изучать. Если моя была в правильном направлении. На направлении поезда осталось пять минут. У нас уже должна заканчиваться лекция. Полдесятого, да, у нас заканчивается? Сейчас уже полдесятого почти. У нас сейчас... Вас устраивает ход беседы? Все нормально? Завтра мы с вами будем говорить о стадиях стресса, как из них выходить. И так далее. То есть мы будем двигаться вперед по этой теме. Сегодня я пытался саму суть рассказать, саму идею. Суть заключается в том, что есть зона, в которой я могу действовать. Это зона внутренней жизни. Она наполняется святостью. И мое действие заключается в том, чтобы себя святостью наполнить в тот момент, когда мне очень плохо. В это время у меня нет обязанности думать о работе, думать о детях, думать о мужа. У меня есть только одна обязанность. Напоить корень дерева. Я должен как можно больше времени заниматься той практикой духовной, в которую я верю. Вот, допустим, у кого нет никакой веры, поднимите руку. Хорошо, у вас что-то святое есть в жизни? А что? Не важно, что-то святое есть в жизни? Ну, вы верите в святых людей каких-то? Есть вообще святых? А? Какой? Ну, Сергей Равнинский, святой человек? Скорее всего. А кто святой? Ну, кого-то вы знаете конкретно. Не надо говорить о вере, говорить просто о чистоте и святости. Кто святой? Алла Пугачева святой? Нет, Алла Пугачева не святой. Хорошо, движемся дальше. Кто более чистый, чем Алла Пугачева? Ионкиев или кто? Литературов? Кто более чистый? Более воздушный человек? Нет, вообще просто мы как бы движемся вперед просто. Вам надо... Есть, наверное. Вам надо разобраться, что такое святость. Вы говорите, у него есть святое. Это значит, надо просто акцентировать для себя, что это значит. Допустим, для кого-то это значит священное писание, он верит в священное писание. Кто-то верит в святое место. Вот, допустим, пришел человек, ему вот голову, на голову воду леденую объявили святую. И он раз, у него просветление. На душе не случайно святое, не случайно весело стало. Понимаете? Ну, то есть, есть какое-то впечатление от чего-то. Приведу вам пример. У меня один знакомый, я ездил на Валаам, он там в разных монастырях был, на всех островах побывал. Впечатление есть, но как бы за сердцем сильно схватило. И в конце он пришел просто в гостиницу монастырскую. И ему монах приносит хлеб, испеченный своими руками с молитвой, и молочко от монастырской коровы. Садится перед ним вот так вот и говорит, кушай, мой хороший. И смотрит на него вот так. С гладом наполненным любовью. И когда мой хороший начал кушать, у него слезы из глаз полились. И этот хлебушек был для него самым сладким в жизни. Понимаете? Он такую пищу в жизни никогда не ел. Почему? А потому что он получил вот эту чистоту в свое сердце вместе с хлебушком и с молочком. Понимаете? Вот что значит внутренняя жизнь. Вот что значит сердце наполнилось. И что теперь этому человеку надо делать? А ему надо вот именно это событие вспоминать всю жизнь. И вспоминая, кланяется этому священнику, говорит, спасибо тебе, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу быть таким же, как ты. Так как впечатление уже есть, это значит дальше. Дерево его любви будет наполняться чистотой. Как у меня один есть знакомый, он написал такую песню. Дерево любви расцветает срок, дерево любви принесет плоды. И так далее. Я не помню эту всю песню. То есть он как раз об этом, о наполнении корня сердца он песню написал. Сейчас мы будем наполнять корень сердца. С вами все его тоже. Давайте немножко помедитируем. То есть в древней культуре, в отличие от нашей, были такие традиции, которые охватывали людей разных взглядов, вер и направленностей. И в этой древней культуре существовало такое правило, вот допустим, в ведической традиции это правило называлось шанти-мантры. Что такое шанти? Шанти означает мир. Что такое мантра? Это молитва переводится. То есть это молитвы мира. И как они звучат? Они звучат так, что люди любых традиций духовных, любых взглядов, могут их вместе произносить. Я вам сейчас переведу одну такую шанти-мантру. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем мира, чтобы не было войны. Пускай все люди будут испытывать удачу в своей жизни. Пускай у них все будет хорошо. На каше был кабал-балет. Пускай никто не страдает. Как вы думаете, к какой вере это принадлежит? Ко всем верам. Поэтому это произносить для всех одинаково хорошо. И говорится в древних писаниях, что когда люди все вместе повторяют такие настрои, наступает мир. Потому что они чем-то духовным становятся все вместе. Независимо от того, каких они культур и взглядов становятся объединены все вместе этой идеей. Понимаете? И вот сейчас вы почувствуете этот эффект своим сердцем. Уникальное время для нас пришло. Здесь, я думаю, сидит 500 человек где-то. И сейчас все вместе мы будем повторять, я желаю всем счастья. Но сначала я вам расскажу, как настраиваться правильно, чтобы этот эффект произошел. У каждого человека есть святость в жизни. У каждого. Вспомните, что для вас святое. Кому-то священное писание. Кому-то, вот допустим, мусульмане, они вспоминают имя Бога, имя Аллаха. Или священное писание. Допустим, это может быть икона, где Богородица с Господом сидит. Или это может быть какой-то святой человек. Или это может быть святая земля быть. Или это может быть храм, где вы почувствовали благодать. Или это может быть святая земля, которой вы прикоснулись. Или может быть святой источник, где вы покупались. У каждого что-то свое, не имеет значения. Каждому эта чистота духовная приходит в сердце по-своему. Вспомните, как это пришло в вашу жизнь. Это и есть краник, из которого дерево любви ваше надо поливать. И у каждого краник свой. Я не смогу вам совет никакой дать. Вспомните каждый свое. Клантись в этой святыне. И думайте о том, что я хочу жить для тебя. Я хочу тебе служить. Но для того, чтобы святыне служить, надо знать, чего она хочет. В чем идея. А идея святости заключается в том, чтобы все были счастливы. Поэтому я повторяю слух. Не от себя, а вспоминая этот образ. Я желаю всем счастья. Я повторяю, не от себя. Я являюсь проводником. Я просто вспоминаю этот образ. И я не думаю о том, что я желаю всем. Я желаю всем счастья. Понимаете, не надо себя ничего кортить. Просто вспоминаем образ святости. И как благодать, вот эту Божьую благодарность передаем другим. И все, больше мы ничего не делаем сейчас. Мы сейчас этим будем заниматься. Надо все вместе хором сейчас повторять 5-10 минут. И потом каждый из вас дальше имеет небольшое задание. Мы будем диагностировать вот это вот ОРН сердце. Вот это вот зону дерева любви будем диагностировать. Первый результат. Здесь стало спокойно. Это значит, что вы с объемом работы обязательно справитесь. Потому что тут воды хватает. Водички хватает. Второй результат. Появилось знание о том, что делать в жизни. Это более глубокий результат. Означает, что вы уже начали действовать. И получили способ побеждать. И третий результат. Появилась вера. Ту святость, от которой вы поклонялись. Вера появилась. Это означает, что вы уже почти победили ситуацию. Вера. У вас сила внутри появилась. Понятно? А если у вас ничего не появилось, вы дева начали. Это значит, что у вас переключатель барахли. Не надо продолжать премьера в отцениках. Оригинальд, что значит, что я деваю, что-то деваю? Я знаю, что я семья. Что-то деваю. Ну, ничего страшного. Ты пожелай еще недельки-две. И он раз, тучится у тебя. И дерево любви принесет плоды. Селикана. Я желаю. Всем счастья. Я желаю 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 всем счастье. 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 Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, победы над стрессом, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам большое.